Библейский портал экзегет.ру представляет книга. Этот псалом — поэтическая лекция по богословию ветхозаветному. Я бы так его определил. Причем в ней сочетаются очень разные вещи. В ней есть история, в ней есть личные переживания. Да все в ней практически есть в этой отдельной книге, которую можно назвать 118-й псалом. Мы ее читать будем такими порциями. Она очень удобно поделена на главы, эта книга. Псалом написан акростихом, то есть восемь стихов начинаются на одну и ту же букву. Сначала на первую алиф, потом следующие восемь, на другую бет. Вот так по буквам мы будем читать. Такой маленький учебник. Чего? Молитвы? Да, но есть гораздо более молитвенные псалмы. Богословия? Да, в большей степени богословия. Проповеди? Да, можно сказать, проповеди. Но вообще учебник того, как человек стоит перед Богом и как он о нем говорит самому себе, Богу, другим людям. Итак, начинаем. Блаженны, чей путь не порочен, кто соблюдает закон Господа. Блаженны, кто хранит повеление его, кто всем сердцем ищет его, кто не делает зла и идет путями его. Ты заповедал твердо хранить повеления твои, да не уклонюсь я от исполнения законов твоих, чтобы я мог без цыда взирать на все заповеди твои. Чистым сердцем я славлю тебя, познаю справедливость решений твоих, твои законы я соблюдаю, не оставляй меня совсем. В общем, очень похоже на первый псалом, да и по размеру, примерно как один псалом, эти первые восемь строк. Начинается с блаженны и вновь сначала идет отрицание, да, то есть кто не делает зла, идет путями его. Но и утверждений тоже много. Кто не порочен, кто хранит его повеление. А главное, что в отличие от первого псалма, псалмопевец сплетает свой личный голос. Да не уклонюсь я. Казалось бы, а зачем ему об этом говорить? Ну, не уклоняйся и не уклонишься. Но одновременно он понимает, что он не сможет этого сделать, не сможет ничего гарантировать. Он просит Бога о том, чтобы тот ему помог остаться с ним, с Богом. Твои законы я соблюдаю, не оставляя меня совсем. То есть понятно, что человек, ну, если мы будем честны, даже великий, наверное, какой-то молитвенник о святой не будет говорить, что он постоянно вот живет в присутствии Бога, что вот каждый его шаг, он прямо вот перед глазами Бога, он, конечно, его теряет, от него уходит, но главное, чтобы Бог от него не отошел. Следующая главка. Бет. Как юноша соблюсти непорочный путь свой, жить так, как учит слово твое. Всем сердцем моим я ищу тебя, не дай сбиться с пути заповедей твоих. Глубоко в сердце храняя слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня законам твоим, провозглашает язык мой, все законы, изреченные устами твоими. Радуй с пути заповедей твоих больше, чем любому богатству. О повелениях твоих я размышляю и взираю на пути твои. Твои законы радость для меня, и я не забываю слова твоего. Вот что такое закон? Ну, у нас в жизни есть много законов. Налоговый кодекс мы все вынуждены соблюдать, хотя часто не хочется. Правила дорожного движения, да, оштрафуют, если мы пересечем двойную сплошную или припаркуемся, где не положено. Вот закон Божий это так, да, это куча всяких правил, которые надо соблюдать. Это отдай, того не делай. Нет, смотрите. Он говорит, не дай сбиться с пути заповедей твоих. Вот он как будто идет тощепью, так, знаете, в сумраке по какой-то лесной тропе, едва различимой, и не всегда уверен, куда ставить ногу. Глубоко в сердце храню я слово твое. Благословен ты, Господи, научи меня законам твоим. То есть закон это внешнее выражение его сердечной расположенности к Богу. Господи, я хочу быть с тобой. Закон подсказывает мне, как это сделать, но я не всегда понимаю его. Научи меня этому закону. Мы не просим налогового инспектора научить нас налоговому кодексу, да. Мы можем взять и прочитать. То есть закон это нечто более глубокое, чем просто некоторая буква, чем просто некоторый текст, который гласит, делай то и не делай этого. Это какое-то внутреннее состояние человека, выражающееся в этих внешних действиях, да. Радуюсь пути заповедей твоих больше, чем любому богатству, о повелениях твоих и размышляя, взирая на пути твои. И закон это одновременно вопрос, да. Закон это не ответ на мой вопрос, а как мне быть в этой ситуации, да. Это вопрос ко мне. А как мне жить, спрашивает меня закон. Как тебе жить? И я не знаю, как на него ответить иногда. Но я радуюсь, что моя жизнь, она не потеряна в темном лесу, да, что есть эта тропа, что есть свет. Вот что есть закон, мне кажется, как раз этот псалом наиболее полный и подробно это освещает. Потом апостол Павел очень много будет об этом писать. Закон это детоводитель, он детей берет и ведет через темный лес, да, чтобы их никто там не скушал в этом лесу, чтобы они сами не заблудились. Это не, знаете, такие вот барьеры, где написано не заходи, не трогай и так далее. А это направление, это свет, это указатель. «Яви милость мне, рабу твоему, я буду жить, чтобы хранить слово твое. Открой очи мне, дай видеть чудеса закона твоего. Я ведь гость на земле, не скрывай от меня заповедей твоих. Томится душа моя, постоянно жаждет справедливых деяний твоих. Смирил ты злодеев, проклятые, а не отступившие от законов твоих. Срам и позор удали от меня, ибо я храню заповеди твои. Вельможи составляют заговор против меня, а я раб твой, углубляюсь в закон твой. Твои заповеди дают мне радость, они советники мои». Вот смотрите, здесь закон — это еще и форма диалога между Богом и человеком. Не то, что Бог дает человеку, говорит, соблюдай или накажу, и благословлю, если соблюдешь. А это именно, что «открой мне очи, дай видеть чудеса, ведь я гость на земле». То есть я пришел сюда, вот, ну, наверное, часто возникает у людей ощущение вот этой не просто проходящей жизни, а то, что мы в этот мир как-то не вписываемся, да, вот до конца не вписываемся. Понятно, что все вписались, да, кроме, может быть, каких-то уж бомжей и бродяг, но у всех там есть жилье, работа, семья, у каждого свое, да. Но вот смотришь иногда на все, и ты думаешь, господи, но ведь не это же вот то, что у меня на сердце лежит, вот я в этом живу, да, но не это я, не это мое. И чудеса закона — ровно то, что человеку дает возможность ощутить, да, вот эта быстро текущая жизнь, что там сегодня в новостях сказали, а что там где-то говорят какие-то люди, да-да-да, вот так вот я постоянно на это размениваюсь, но из чудеса закона, который привязывает меня к этой жизни чем-то гораздо более серьезным, и поэтому я буду жить и проповедовать, и хранить слово твое. Смирил ты злодеев, срам и позор удали от меня, то есть есть и какое-то противодействие, верьможи составляют заговор против меня, а он человек, судя по всему, бедный, это не царь Давид, это скорее какой-то обычный человек, но я углубляюсь в закон твой, заповеди даруют мне радость, ибо они советники мои. То есть вот есть там враги, есть там политическая власть, есть там общественное мнение, ну да, это все есть, но закон — это что-то такое, что позволяет с этим жить, и в это не влезать с головой, вот не начинать жить только этим, приходящим, временным, несовершенным, не нашим, мы гости, да, мы погостим, конечно, в гостях хорошо, но дома-то лучше. Жизнь моя повержена в прах, оживи меня словом твоим, я поведал себе путь мой, ты меня услышал, научи меня законам твоим, дай уразуметь, что требуют повеления твои, я буду размышлять о чудесах твоих, жизнь моя тает от горя, укрепи меня словом твоим, удали от меня путь лжи, одари меня законом твоим. И вновь и вновь он это повторяет, вообще жизнь у меня трудная, но закон то, что может придать ей смысл, научи же меня ему, научи меня законам, то есть это не текст и не сборник законов, да, там налоговый кодекс, уголовный, гражданский, какие еще бывают, но это вот совокупность того, что бог предлагает человеку как путь жизни. И укрепи меня этим, удали от меня путь лжи. Потому что, читаем дальше, путь истинный я избрал заповеди твои в моем сердце, наставлений твоих я держусь. Господи, не посрами меня, я спешу по пути велений твоих, ты даешь знания сердцу моему. Вот, собственно, почему, да, закон это путь, по которому я иду и нуждаюсь в том, чтобы ты меня научил. И псалмопевец еще и еще и еще раз будет об этом говорить. Научи меня, Господи, пути заповедей твоих, и буду всегда держаться его. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой. Всем сердцем буду хранить его. Веди меня по стезе заповедей твоих, и она жила на мне. Обрати мое сердце к заветам твоим, а не к корысти. Отврати, очи мое, от суеты, дай мне жизнь на пути твоем. Исполни слово, что ты дал мне работу твоему, чтобы и другие боялись тебя. Избавь меня от позора, которого я страшусь, ведь решения твои благие. Жажду я наставлений твоих. По праведности твоей даруй мне жизнь. И вот он повторяет вновь и вновь эти просьбы. И обратим внимание, что, казалось бы, мы ждали от псалмопевца, я соблюду, я исполню, я буду творить все по закону твоему. Есть псалмы, где это говорится, но здесь он говорит. Научи, вразуми, веди, обрати, отврати, исполни, избавь. То есть каждый шаг своей жизни он понимает как зависящий от Бога. И он понимает, что он не в состоянии Богу дать гарантии. Вот я сделаю так, все, я праведник, вот, пожалуйста, список добрых дел, которые обещаю сделать, вот список, который я уже сделал. Есть такие псалмы тоже, но этот гораздо глубже. Он говорит, Господи, я без тебя ничто. И, по сути, вся его праведность, вся его вера заключается в том, что он постоянно об этом просит. Он понимает, что его отвлекает от врати очи моей суеты. Он понимает, чего он боится, избавь меня от позора, которого я страшусь, ведь решение твоей благи. В традиционном обществе позор одна из самых страшных вещей, страшнее, там, боли, потери, смерти даже может быть. И вот он человек слабый, но сила его в том, что он обращается к источнику силы. Да будут со мной милости твоей, Господи, спасение твое по слову твоему, и я отвечу тому, кто поносит меня, ибо я верю слову твоему. Не лиши меня в мои уста слов истины, ибо я уповаю на твое правосудие и буду соблюдать закон твой всегда во веки веков. Мне не будет ни в чем преград, ведь я стремлюсь исполнить повеления твои. Я расскажу царям о наставлениях твоих, и мне не придется стыдиться. Заповеди твоя радость для меня, ведь их я люблю. Просторья руки к заповедям твоим, их возлюбил я и размышляю о повелениях твоих. Вот здесь он как будто дает какие-то обещания, буду соблюдать закон твой, расскажу царям о наставлениях твоих, но их немного, ну чтобы уж совсем не вышло, Господи, вот я вообще лапки сложил, ничего не делаю, а ты уж меня там пристрой куда-нибудь, сам все управь. У людей верующих бывают такие настроения, да? Он говорит, нет, что от меня зависит, я сделаю. И сделаю опять-таки не потому, как вот мы платим налоги, но приходится платить. Нас на самом деле вычитают из наших доходов, гонораров, зарплат, как правило, да? Но потому что я это люблю, потому что я хочу этого, потому что это мое, это часть меня. Правда, я не до конца это понимаю, но то, что я понимаю, то, что я могу, я постараюсь сделать. Возлюбил я и размышляю о повелениях твоих. Вспомни слово свое ко мне, рабу твоему. На это слово ты мне велел уповать. Вот чем утешусь я в горе мое, слово твое дает мне жизнь. Надменные меня высмеивают, но я не отступил от закона твоего. Вспоминал твои древние законы, Господи, и тем утешался. Ярость овладевает мною при виде грешников, оставивших закон твой. Законы твои стали мне, как песни на чужбине, где я живу. Ночами вспоминаю имя твое, Господь, и соблюдаю закон твой. Так поступаю я и живу по заповедям твоим. Даже вот интересно, что в плену в Вавилонском на чужбине, где я живу, а может быть, это такой образ более широкий. Может быть, это вот этот мир, в котором мы живем, он в каком-то смысле чужбина. Это не наша Родина. И мы тоскуем по Родине. И в этом мире, да, мы в гостях, об этом уже было сказано. Мы гости здесь. И именно поэтому он говорит, что твое слово, твое обещание утешает меня в моем горе. Он не уточняет, в каком. Ну, надменные высмеивают. Ну, ладно, что уж, нельзя потерпеть. И, в свою очередь, его ярость охватывает, когда он видит грешников. То есть он тоже человек такой эмоционально не всегда стабильный, как, наверное, каждый живой человек. И опять-таки вот есть одна ценность, есть то, что держит его, то, что позволяет ему и оставаться в этих гостях в этом мире, на этой чужой земле, и одновременно не становиться таким же, как обитатели, вот, нечестивые те, которые наплевали на законы. Это как раз закон. Вот то, что держит. Закон — это еще и якорь. Это путь, это свет, но это еще и якорь, который держит его. Исполняя слово Твое, говорю, удел мой Господь, всем сердцем я умоляю Тебя, помилуй меня по слову Твоему. Размышляя о путях моих, я направил стопы моих к заветам Твоим. Я спешу и немедлю соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых опутали меня, но я закона Твоего не забыл. В полночь встаю славить Тебя за праведные законы Твои. Я, товарищ, тем, кто боится Тебя и Твои повеления хранит. Господи, земля полна Твоей милостью, научи меня заповедям Твоим. Вновь и вновь это научи меня заповедям, научи меня заповедям. Я спешу их соблюдать, но научи меня. Вот как отличить человека с таким фарисейским, в евангельском понимании этого слова, с фарисейским настроением от искреннего верующего. Не то, что фарисея все делает плохо, а искренне верующие хорошо. Очень часто, как раз наоборот, фарисеи в силу своей дотошности и мелочности совершают гораздо меньше ошибок, чем человек глубокой внутренней веры. Но фарисей алгоритм к себе написал. У фарисея механизм такой внутри крутится, который как часы с кукушкой. Когда надо, то кукушка вылетает и кукует. И он, когда надо, молитву читает, когда надо, десятину отдает, когда надо, то, сё, пятое, десятое. А человек искренне верующий, он встает и думает, я спешу исполнять заповеди твои, научи меня им. Для него жизнь с Богом – это постоянный поиск. Вот, между прочим, об этом говорят, когда обсуждают, например, вот что такое человеческие отношения, отношения супругов, например, или близких друзей. Это постоянный поиск. Это не алгоритм, который выработан годами, хотя есть в нем элементы алгоритма, кто там посуду моет, кто там, я не знаю, в магазин ходит, что-то ещё делает, кто пол подметает. Ну, договорились как-то о каких-то вещах, но это внешнее. А вот другой человек – это загадка. А Бог – это загадка в немыслимо большей степени. И его законы, его, собственно говоря, проявления в этом мире для человека тем более загадка. И он говорит, я встаю в полность, чтобы славить их. Земля полна твоей милости. И вот как мы не можем до конца понять другого человека, так ещё и меньше мы можем сами по себе понять закон Божий. Но мы можем понять, что происходит с нами. Мне, рабу твоему, ты делаешь добро, по слову твоему, Господи. Благоразумие знания меня научи, я твёрдо держусь заповеди твоих. Я заблуждался, пока не пострадал, а ныне слово твое храню. Ты добр, ты хранишь добро, научи меня уставам твоим. Гордецы меня оклеветали, но я всем сердцем храню повеления твои. Их сердца заплыли жиром, а я радуюсь закону твоему. Благо мне, что я пострадал, так я учусь уставам твоим. Закон уст твоих, благо для меня, лучше тысяч слитков золота и серебра. Вот опять упоминаются какие-то проблемы, да, я заблуждался, пока не пострадал. То есть страдание часто заставляет человека пересмотреть его взгляды, поведение и возвращать его к чему-то, что он, может быть, забыл, потерял. Но ты добр, ты творишь добро. Меня оклеветали, их сердца заплыли жиром. Такой немножко некрасивый образ, это, конечно, не про ожирение, а про, ну, вот, как бы чувства человека, они в его самость укутываются, да, вот он уже не переживает, он уже вот такой самоспокойный, такой вот в своей какой-то броне находится, да. А я радуюсь закону твоему, а он вот открытый сердцем. Благо мне, что я пострадал, так я учусь уставам твоим. Кто хочет страдать? Ну, почти никто. Бывает, конечно, исключение. Но страдание — это то, что позволяет иногда человеку приблизиться к пониманию этих самых вещей. Руки твои сотворили и создали меня. Вразуми меня, и я научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, ведь я уповал на «и» на слово твое. Знаю, Господи, что решение твое праведно, что по справедливости ты наказал меня. Пусть милость твоя утешит меня, как обещал ты мне рабу твоему. Да будет со мной милость твоя, да дарует жизнь. Твой закон — радость для меня, посрамятся надменные, притеснявшие меня без вины, а я буду размышлять о предписаниях твоих. Вокруг меня соберутся те, кто боится тебя и знает повеления твои. Да будет сердце мое непорочно под законами твоими, и тогда я не посрамлюсь. Ну, в общем, он подводит некоторый итог, когда все то, что он говорил, здесь он повторяет заново, уже так тезисно, да, и самое, может быть, поразительное — это начало этого итога. Руки твои сотворили и создали меня. Образуми меня. Вот человек видит себя творением Божьим. Не вообще человечество, а личность себя. Конечно, ну, каждый из нас скажет, меня мама с папой зачали, потом мама родила и воспитали меня тоже. Родители, кого-то еще кто-нибудь. А тут вот прямо я творение рук твоих, и потому научи меня. Я как тот самый младенец, который вышел из утробы, если его ничему не научить, он так человеком-то и не станет, да, Маугли такой вырастет. Вот я без тебя, Господи, такой Маугли, которому непонятно вообще, как жить, который человеком-то не совсем становится. И пусть утешит тебя моя милость, я знаю, что твои решения праведны, надменные, те самые, о ком шла речь, посрамятся, а я буду размышлять о твоих предписаниях, и вокруг меня соберут все остальные. Почему? Не потому, что я суперправедный, не потому, что я великий завоеватель, всех покорил себе, или потому, что у меня рецепт какой-то есть, а просто, если я размышляю о тебе, о сути того, что происходит, о твоем законе, то ведь и других это может привлечь. Это же не просто все так, это часть нашего общего опыта общения с тобой. Томится моя душа, ожидая от тебя спасения, я уповаю на слово твое. Проглядел я глаза, ожидая твоего слова, я говорю, когда же ты утешишь меня? Стал я словно закопченный бурдюк, но уставов твоих не забыл. Сколько дней остается мне рабу твоему, когда осудишь ты гонителей моих? Яму вырли мне надменно и пренебрегая законом твоим, все заповеди твои истина. Меня преследуют без вины, помоги мне. Едва не стерли меня с лица земли, но не оставил я заповеди твоих. По милости твоей даруй мне жизнь, буду хранить предписания, данные тобой. Ну вот и все в данный момент плохо. Я жду твоего утешения, жду твоего слова. Закопченный бурдюк, такой красивый образ, но понятно, что бурдюк продымленный, задубевший, где-то потрескавшийся уже, он может быть и воды-то уже не держит. Его подвешивали там над костром, чтобы кипятить эту самую воду, и в результате такой он какой-то некрасивый, грязный, весь уже испорченный. И я такой же, сколько мне осталось, как бурдюк этот вешу, и уже, не знаю, скоро лопну, наверное. Когда же, когда же, когда же? Помоги мне. И вот здесь уже начинается такой вопль о помощи. И немедленно, немедленно он сменяется вновь исповеданием веры, потому что помощь не единственная самоцель того, что он говорит. На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Верность Твоя из поколения в поколение. Ты утвердил землю, и она не поколеблется. Все до ныне стоит повелением Твоим. Все служит Тебе. Если бы не закон Твое утешение мое, я бы погиб в бедах моих. Во веки не забуду повелений Твоих. Через них Ты даешь мне жизнь. Твой я, спаси меня. К Твоим заповедям я обращаюсь. Злодеи подстригают меня, чтобы погубить. А я углубляюсь в наставления Твои. У любого совершенства виден предел беспредельной лишь заповеди Твои. Вот прекрасные слова. У любого совершенства виден предел. То есть человек любой, стараясь стать лучше, стараясь добиться какого-то результата, он, конечно, многого может достичь, но свой потолок он четко виден. Вот здесь, что интересно, после этого вопля о помощи, он как раз и говорит, Господи, да, у меня-то все сейчас плохо, но Ты утвердил землю, Ты создатель этого мира, все стоит под Твоим велением. И закон то, что дает мне эту твердость земли. Вот как земля, она не поколеблется, сказано, да. Ну, он не знает, что земля, это шар, летящий в космосе по какой-то своей орбите. Для него вот земля это самое прочное. Для земного наблюдателя так и есть. И вот закон это самое прочное для того, что только может быть в моей жизни. Как люблю я закон Твой. Я весь день размышляю о нем. Твоя заповедь навеки со мною, она сделала меня мудрее врагов моих. Я стал мудрее всех своих учителей. Ведь Твои предписания у меня на устах. Я стал мудрее старцев, потому что храню повеления Твои. Я не даю ногам моим ступать на путь зла, потому что храню слово Твое. От законов Твоих я не отступаю, потому что Ты учишь меня. Как сладки моему языку слова Твои. Я не слащие мёда для уст моих. Наставления Твои дают мне разум, потому всякий ложный путь ненавижу. Тут так скромненько. Я стал мудрее всех врагов. Но это ладно, понятно, они враги, потому они отказались от закона. Но еще и учителей старцев мудрее. Говорит ли он, я чемпион, я первый, дайте мне срочно все медали, наградите меня. Не совсем. Просто человек в какой-то момент своей жизни понимает, что для своей жизни, для себя самого он мудрее старцев. Старцы пусть советуют, это не помешает их мудрость, их опыт, их высказывания или писания. Это прекрасно все поможет. Но для себя я мудрее, для себя я сам уже определяю свою жизнь. Вот начинается духовная зрелость. Единственное, что в этой духовной зрелости делает его зависимым, от законов Твоих я не отступаю, потому что Ты учишь меня. Вновь и вновь эта идея закона как предмета для изучения, не просто как дорожки, но как, еще раз скажу, ориентира указателя света на дорожке в темном лесу. И одновременно как сладки слова Твои, слащий меда для уст моих. А что может быть слащий меда для древнего человека, по крайней мере, ничего, никакого сахара тогда не было. То есть это самое приятное, что может быть в жизни. Слово Твое, светильник ногам моим, оно освещает мне путь. Я клял сохранить праведные законы Твои и исполню клятву. Притесняй от меня, Господи, даруй мне жизнь по слову Твоему, прими слова мои, словно добровольную жертву. И законом Твоим, Господь, научи меня. Жизнь моя все время на волоске, но закона Твоего я не забыл. Нечистивые расставили сети на меня, но от велений Твоих я не отклонился. Твои заветы – мое наследие навек. Они веселее для сердца моего. Я всем сердцем стремлюсь всегда жить по заповедям Твоим. Ну, повторяются эти мысли, и здесь он, в общем, говорит примерно то же самое, что он в опасности, жизнь на волоске, но я не забываю твоего закона, нечистивые, но мое наследие, то есть то, что от отцов перешло, то, что я внукам передам, это Твой закон, веселие сердца. Вот тоже очень важная вещь, что закон – это не просто авторитет, но это то, что его услаждает, то, что его радует, то, что для него сладко. Двоедушных я ненавижу, а закон Твою люблю. Ты мое прибежище, ты щит мой, я на слово Твоё уповаю. Отойдите от меня, злодеи, я храню заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, даруй жизнь, и посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, я буду спасен, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Ты отверг всех, кто отступил от уставов Твоих, ибо их ухищрение – ложь. Ты прочь, отбросил, как шлак всех злодеев земли, а я люблю установление Твоей. Трепещет плоть моя от страха пред Тобой, правосудие Твоего я боюсь. Закон люблю, двоедушных ненавижу, правосудие боюсь. Ну ладно, про двоедушных понятно, кто же их любит, да, людей, которые льстят, говорят одно, а на самом деле думают и делают другое. Закон люблю уже выяснили, а чего же тут бояться? Если ты соблюдаешь закон, наоборот, должен радоваться. Но мне кажется, вот здесь как раз очень хорошо раскрывается понятие страха Господнего. Это не панический ужас, там лев бродит по улицам, и надо срочно бежать, спасаться, пока он тебя не съел, да. Это скорее понимание, насколько все серьезно. То есть ты вступаешь в взаимоотношения с Богом, и оказаться в этих взаимоотношениях недостойным, оказаться не на той стороне, это совсем не то же, что вот с кем-то там поругался с соседом, но ничего, поругались, завтра помиримся, выпьем вместе, и все исчерпано, да. А вот здесь ты действительно рядом с той силой, которую оскорбить страшно. И вот мне кажется, это и называется страхом Божиим. То есть любовь к закону со страхом прекрасно сочетается. Как это ни парадоксально, совершенно любовь изгоняет страх, напишет потом апостол Иоанн. Да, но эта любовь еще несовершенная. И эта любовь, может быть, в страхе находит некоторый еще дополнительный источник, вот для того, чтобы любить, да. Вот понятно, когда все гарантировано, да, то как ты и не ценишь это. А вот когда ты думаешь, но ведь как легко потерять все это, как легко оступиться, как легко утратить, вот тогда ты начинаешь ценить то, что утратить легко. И все же. Я поступал по закону и по правде. Не оставь меня на произвол врагов. Будь порукой благоденствия раба твоего, не дай надменом притеснять меня. Я все глаза проглядел, ожидая спасения от тебя, правосудного решения твоего. Поступи со мной, рабом твоим, по милости твоей, законом твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня, чтобы я опознал заповеди твои. Время Господу действовать, и бы попрали закон твой. Но мне заповеди твои мили и золото дороже злато-червонного. Я иду прямым путем по велению твоих. Всякий путь лжи ненавижу. Еще раз, двоедушных ненавижу, всякий путь лжи. То есть, любовь к Богу одновременно означает ненависть козлу. Не обязательно к его носителю. Хотя двоедушные – это люди, конечно. Но он ненавидит их, может быть, не как личность, а именно это двоедушие в них. И путь лжи он ненавидит. Ну и еще раз, вот такое плетение словес, он разными способами объясняет, примерно одни и те же мысли. Говорит, что он всегда на стороне закона и правды, но его есть от кого спасать. Он надеется, что Господь это сделает. Дивное откровение твое и хранит их душа моя. Провозглашение слов твоих несет свет и вразумляет простецов. Я от волнения задыхаюсь, так жажду я заповеди твоих. Взгляни на меня и помилуй меня, как ты делаешь с любящими имя твое. Пусть слово твое сделает твердым мой шаг. Не дай беззаконию овладеть мною. Избавь меня от притеснения людского и буду хранить повеления твои. Будь благосклонен ко мне, работаем и научи меня законам твоим. Из глаз моих текут потоки слез, ведь не исполняют люди твой закон. Вновь и вновь научи. Я восхищаюсь, я поражаюсь твоему закону. От волнения задыхаюсь, так жажду я исполнения заповедей твоих. Ну, как перед любовным свиданием, прямо с девушкой, которую он встретил недавно, еще не знает, примет ли она его ухаживание или нет. Буквально так он перед законом. Что такое закон тогда? Это уж точно не текст. Это форма отношений с Богом. Если как, перед любовным свиданием. И из глаз моих текут потоки слез, ведь не исполняют люди твой закон. Значит, он и за себя боится, и любит закон, и его безумно ранит то, что в мире творится беззаконие. Мы скажем, да, конечно, в мире очень много дурных вещей. Новости нас постоянно заставляют об этом думать. Где-то кого-то убили, где-то что-то страшное случилось, кто-то там лжет, ворует. И вот не хотят люди понять, как все это ужасно, казалось бы. Но так это очевидно. Давайте хотя бы от самых главных мерзостей избавимся. Понятно, что все несовершенно нужны. Какие-то вещи можно прекратить делать. Нет, не хотят. Как это страшно. И для него это прежде всего отрицание закона. То есть люди живут беззаконно не потому, что они нарушают уголовный кодекс, а потому, что не выпадают из этих отношений с Богом. Потому что у них нет этого. И это ужасно для них, это ужасно для этого мира. Закон — это та сила, которая держит мир в этом псалме. «Праведен ты, Господь, справедливое деяние Твое и наставление, что Ты заповедал правду и совершенную истину. Негодование снидает меня от того, что враги забыли слова Твои. Слово Твое словно очищенный в горниле металл, и я, раб Твой, люблю его. Я презренно ничтожен, но повелений Твоих не забыл. Правда Твоя, правда вечная и закон Твоя истина. Скорби и беды постигли меня заповеди Твои, радость для меня. Наставление Твое вовек справедливо. Вразуми меня, чтобы я был жив. Вразуми меня. Но здесь начинает звучать такая медь, торжественный гимн. Уже псалом близится к концу. Наберитесь терпения, еще не так много осталось. И смотрите, вот здесь он уже не страшится, он уже негодует. Он негодует на зло в этом мире. Он настолько пропитался этим понятием закона, хотя по-прежнему просит, научив, разуми, я не все понимаю, что для него уже это вот как личное оскорбление. Я раб, люблю Твой закон. Я презренно ничтожен, но не забыл Твоих наставлений. Правда Твоя, правда вечная, закон Твой истина. Наставление Твое вовек справедливо. То есть вот та ценность, ради которой можно жить. А потому я взываю всем сердцем, ответь мне, Господи, и буду хранить законы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду соблюдать наставления Твои. До рассвета взываю я к Тебе и на слово Твое уповаю. До зари не смыкаю очей, о слове Твоем размышляю. Услышь голос мой, Господи, по милости Твоей и по Твоему справосудию даруй мне жизнь. Наседают творящие зло, надалеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Давно известно мне наставления Твои. Ты утвердил их навеки. Ну вот он еще более эмоционально излагает примерно то же самое. Его скорбь, его мольбу, и его призыв о помощи, мольбу о том, чтобы Господь ему ответил. Это негодование на нарушителей. В общем, ничего нового здесь, казалось бы, не звучит. А дальше начинается очень лично. Вот вся последняя часть псалма, она будет невероятно личной. То есть сначала он признается в любви. Многословно, местами путано, но очень-очень искренне. И только потом он просит. Вот как обычно человек молится Богу, Господи, дай это, 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 это. Ну, двух рук не хватит перечислить. Да, кстати, Господи, я Тебя вообще-то люблю, ну, по крайней мере, так принято говорить. Он сначала очень долго и подробно признается в любви, а потом говорит, да, Господи, но Ты видишь, что со мной происходит? Что-то ведь совсем не так прошло. Взгляни на горе мое и спаси меня, ведь я закона Твоего не забыл. Заступись за меня в тяжбе моей защити, по слову Твоему даруй мне жизнь. Далеко от нечестивых спасений они не следуют законам Твоим. Велики щедроты Твои, Господи, по правосудию Твоему даруй мне жизнь. Много у меня гонителей и врагов, но не уклонюсь от наставлений Твоих. С отвращением смотрю на отступников, не хранят они слова Твоего. Смотри, как люблю я повеление Твое, Господи, по милости Твоей даруй мне жизнь. Слово Твое, сама истина, Твои законы праведны и вечно. По милости Твоей даруй мне жизнь. А зачем же закон? Что же он столько рассуждает о законе, если по милости? Закон – это положено, да? По закону людям надо платить зарплату, когда они работают. Я не говорю, что мне зарплату платят по милости. Платят по договоренности, по закону, по трудовому законодательству. Но здесь закон, мы же уже выяснили, это не просто некий набор правил, норм установлений, да? Это суть отношений. И то, что Господь милостив, здесь для псалмопевца есть главное свойство закона. То есть я прибегаю к Твоей милости, это значит, я люблю закон. То есть закон, еще раз, это принцип отношений. Вельможи гонят меня безвинно, но мое сердце благоговеет перед словом Твоим. Радуюсь я слову Твоему, как нашедшее сокровище. Ненавижу ложь и гнушаюсь ее, закон Твою люблю. Семь раз в день прославляю Тебя за праведные законы Твои, мир и благоденствую любящих закон Твой, и они не споткнутся. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит наставления Твои, я люблю их всем сердцем. Я храню повеления и наставления Твои, все пути мои пред очами Твоими. Да, кто-то его гонит, но он уже об этом как будто забывает. Вот он настолько увлечен этой радостью закона и ненавистью к лжи, которой он гнушается, и настолько он вовлечен в это прославление. Семь раз в день, семикратная молитва, но вряд ли он там сложные какие-то молитвенные правила вычитывал, но семь раз в день вспомнить о Боге можно. И вот все остальное как-то отходит на второй план. Пусть мой крик дойдет до Тебя, Господи. По слову Твоему, вразуми меня, пусть моление мое достигнет Тебя. По слову Твоему, спаси меня. Уста мои произносят хвалу, ведь Ты учишь меня законом Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ведь все заповеди Твои справедливы. Да поможет мне рука Твоя, я избрал жизнь по повелениям Твоим. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твою радость для меня. Да буду жив и буду славить Тебя. Справедливость Твоя пусть поможет мне. Я заблудился, как потерянная овца. Найди меня раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл. Вот эти последние слова, мне кажется, они звучат словами не только псалмопевца, но всего Израиля. Я заблудился, как потерянная овца. Найди меня раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл. И если есть в этом псалме мессианское пророчество, то вот оно. Да, добрый пастор, который приходит найти свою овцу, потому что она еще не забыла всех заповедей, хотя ее нужно научить. И вот тут, мне кажется, неожиданно начинает этот псалм звучать немножко по-другому, по крайней мере для христианского читателя. Вот они все время просят, научи меня, помоги мне, я люблю Твой закон, но объясни мне его полный смысл. И потом приходит Мессия, приходит Христос, который ровно это и делает, а самое главное, он не лекции по закону читает, он проживает закон. Вот Господь проходит свою часть пути, закон – это точка встречи Бога и человека. Христос исполняет закон, как мы читаем в Евангелии, как потом будет Павел долго обсуждать, что это значит. Просто не нарушил правил? Ну, конечно, что-то большее. То есть закон – это мостик, закон – это точка встречи. Уста мои произносят хвалу, а ты учишь меня заповедям Твоим. Язык мой возгласит, слово Твое поможет мне, рука Твоя жажда спасения Твоего, и закон Твоя радость для меня. Вот закон – это место, где две эти руки встречаются, Божья и человеческая. Закон – это способ, которым они могут пожать друг друга, способ общения между ними. А потому я буду жив, буду славить себя, я заблудился, найди меня, раба Твоего, и заповеди Твоих я не забыл. Здорово, что мы с вами добрались до конца этого самого длинного псалма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok